Итак, сегодня в программе, да? Это пролог был, пролог? Да, да, да. Работаем. Нужно потерпеть, этот год у нас выдался такой. Шо уж греха-то таить, ну конечно проводят. Никаких обнимашек, близко не находиться друг к другу, да. Всем привет, это Северодвинск в деталях и это наша последняя программа в 2020 году. Все, пятниц больше не осталось. Тему мы выбрали, конечно, новогоднюю, а именно как отпраздновать этот самый Новый год, не нарушив каких-то ограничений ковидных. Начнем разбираться с Роспотребнадзора и узнаем мнение ивент-индустрии. Андрей Аркадьевич, расскажите, пожалуйста, простым языком, как не нарушить закон рекомендации ограничений при праздновании Нового года? Позиция Роспотребнадзора по этому вопросу однозначная. Эти новогодние праздники нужно провести в кругу семьи. То есть воздержаться от места массового пребывания людей, максимально изолироваться на свежем воздухе, прогулке, ну и исключить всевозможные компании. То есть даже не рекомендуется, например, родственниками, да, там какую-то большую семью собирать? Конечно, то есть это большое скопление людей, это сразу повышается риск заразиться новой коронавирусной инфекцией. Что по поводу общепитов, они ночью будут работать, в новогоднюю ночь? Что касается предприятий общественного питания, 31 декабря ничем не отличается от всех других дней, поэтому все абсолютно те же самые рекомендации. Это работа до 23.00, соблюдение загруженности предприятия не более 50%, соблюдение перчатки, масочный режим, плюс при входе у посетителей термометрия, персонал обязательно в перчатках, масках должен работать. Обработка рук, рассадка посетителей с соблюдением санитарной дистанции полтора метра. То есть, грубо говоря, через стул хотя бы, да? Ну да, за столиком два человека, да, но если понятно, что члены семьи, то одно и то можно, это с детьми, и за одним столиком больше размещать. По поводу перчаток, они снова вернулись, да, в обиход? Для персонала. Для персонала только, то есть... Люди в масках, естественно, надо. То есть, люди в общепитах должны находиться в масках? Да, ну не за столиком, а при входе, то есть посещение туалетной комнаты, например, то есть при оформлении заказа, да, в маске, за столиком, естественно, маска снимается. По поводу каких-то развлекательных программ, да, все равно общепиты планируют какие-то мероприятия, там, каких-то музыкантов приглашают, каких-то ведущих, я не знаю, какие-то танцевальные вещи, там, конкурсы возможны, вот это, да, скопление людей на танцполе. Или вот все пришли, сели на полтора метра, да, и вот таким образом отдыхают. Танцполы на данный момент не разрешаются. То есть, вот пришли, у вас есть место, за которое вы заплатили, вы на нем сидите и на нем отмечаете год. То есть, получается, ну, грубо говоря, потанцевать, да, в каком-то кругу, в принципе, невозможно сейчас будет. Дома, в кругу семьи, да. Стучим пятками соседям снизу. К сожалению, нужно потерпеть, этот год у нас выдался такой, поэтому давайте мы будем взаимоуважительны друг к другу и будем соблюдать все рекомендации, которые необходимы. Ты еще рассказывал о том, что работаешь, да, в какие-то предновогодние праздники, в общепитах, и там действуют ограничения, да, то есть есть проблемы с проведением программы даже, да? Да, абсолютно правильно. Есть вот одно из, допустим, заведений, которое говорит абсолютно о полностью всех соблюдении, о полном соблюдении всех нормативных актов. И первый раз я за все свое время столкнулся с историей, что мы в 11 ровно заканчиваем. Будет, несмотря на то, что очень большое заведение, максимум там 50 человек. И, соответственно, второй момент, что не будет танцев абсолютно. То есть все гости должны сидеть за столами. Вот мероприятие буквально через несколько дней. И как оно пройдет, я могу потом рассказать. Все подвижные какие-то конкурсы. Да, то есть это вся история полностью застольная. Никто никуда не должен будет сдвигаться. И как это все пройдет, могу рассказать на днях, если хотите потом. Но все равно как бы спрос есть, люди идут, да, хотя бы так отпраздновать наступление нового года. Ну да, да, да. То есть все равно каким-то образом новогоднее настроение нужно поддержать. И чтобы оно было хоть в каких-то ритмах ведущий, стол официанта и как Оливье, я думаю, что по-любому это остается. Расскажи, как прошел этот год. Сложный ли он был у тебя? Ведение не является моей прям основной деятельностью, поскольку я еще занимаюсь другими проектами. И если мы говорим про направление непосредственно как ведение мероприятий, то в принципе мы как встали в марте на паузу. По сути на те объемы, которые были, допустим, в 2019 году, мы так и не вышли. Если вот так, скажем, грубо наплевать на это все, что может случиться? Человек может заболеть коронавирусной инфекцией. То есть, возможно, очередная какая-то массовая вспышка, да? То есть сейчас вот мы немножко… Мы с вами должны прекрасно понимать, мы тем дольше будем находиться в данной состоянии, в данной ситуации, чем более халатно мы будем, каждый из нас, относиться к тем рекомендациям, которые мы даем. Что касается по выезду из региона, там, да, поехать… Никаких ограничений на данный момент нет. Но тоже, опять же, наверное, не рекомендуется, да? Ну, естественно, да. Что касается корпоративов, да, в общепринятом значении, да, то есть там предприятия, 50 человек, 100 человек сняли какой-то банкетный зал и решили все вместе праздновать. Это сейчас каким-то образом возможно? Корпоративы однозначно запрещены. В любом виде? В любом виде. То есть, ну, например, возможно, как бы интерпретировать корпоратив, опять же, заказав какой-то стол в общепите, да, то есть с рассадкой. Это не будет что-то с корпоративом? Я говорю, если это именуется корпоратив, да, то есть скопленники, это запрещено. В том числе, да, на рабочих местах, мы все прекрасно понимаем, по каждому виду деятельности есть свои рекомендации, в том числе запрещается совместный прием пищи, да, то есть все специалисты рассажены тоже соблюдают дистанцию и свои требования. То есть, например, на работе в чайной собраться – это тоже недопустимо. То есть это то же самое скопление, массовое скопление людей, которое может привести к усугублению ситуации и вспышке на данном предприятии. Вспышка на предприятии – это эпидемиологическое расследование, в ходе которого будет установлена причина-следственные связи, и на юридическое лицо будет составлен протокол об административном правонарушении. Ага, то есть если там после каникул заболеют? Если будет установлен факт, будет установлена причина-следственная связь, что на предприятии такого-то числа проходило совместное мероприятие, то есть по каждому положительному мы получаем экстренные извещения, то есть эта цепочка легко просматривается от какого числа, кто и когда. Если будет зафиксирован случай, будут примены меры административного воздействия. Штрафы там, вы прекрасно знаете, они очень высокие, очень большие. Можно немножко объяснить, да, многие не понимают этих ограничений, да, то есть мы работаем и так в одном коллективе, каждый день там со всеми видимся, да, на работе, общаемся, а тут нам нельзя отметить Новый год. Здесь в чем разница? Офисные работники, да, я вот говорю, запрещены прием пищи, да, передвижение по коридорам между кабинетами в масках, наличие антисептиков, то есть люди в офисе все равно сидят по одному-два человека, да, даже в кабинете. Между ними есть санитарная дистанция полтора метра, плюс проветривание, то есть они, получается, не контактируют. Если собираются люди, например, в каком-то помещении, это уже скучность людей идет. То есть они между собой контактируют, то есть они тем самым нарушают отраслевые рекомендации. Что уж греха-то таить, ну, конечно, проводят. У меня, к сожалению, нету такого, чтобы вот мне сказали, Иван, мы будем вам плевать абсолютно на все ограничения и проводите. Но я точно знаю, что есть ребята, которые проводят, ну, от этого никуда не уйти. У меня ведение – это не основная моя предпринимательская деятельность, а есть ребята, которые только чисто на этом живут. И деваться им некуда. Им просто там деваться некуда. Но когда тебе предлагают деньги и говорят, ну, вот тут немножечко нужно будет как-то уйти, и при этом платят. Ну, естественно, при этом мы еще должны понимать, что я как по основной своей занятости хоть вот какие-то там субсидии попал, и мне там от государства пришли деньги. Ребята, которые просто на ведение, они же вообще не пострадавшие отрасли. То есть просто ведущие, которые вот у нас там в Архангельске, в Северодвинске являются там прямо там топ-5 по списку Ивана Шепарева, они же, ну, просто занимаются ведением. У них, наверное, нет никакой другой деятельности, я больше чем уверен. И, соответственно, ну, вот они с марта по вот сейчас, ну, по сути, сидят там без работы. Понятно, что там и в марте, и в апреле были какие-то заказы, но это в несколько раз меньше, чем в прошлых годах. Как относишься к тому, что вот корпоративы запрещены, а, в принципе, там на работах коллективы не так же общаются друг с другом? Ну, тут, наверное, стоит вообще про философский вопрос спросить, как ты относишься к ковиду и какие у тебя к нему отношения. Ну, конкретно про то, что запрещает одно, не запрещает другое. Двоякое, на самом деле, чувство. С одной стороны, я понимаю, что процесс этот нужно каким-то образом контролировать. С другой стороны, как он делает 50 на 50. То есть одна часть меня говорит, что, ну, да, все правильно, без этого никак. Другая часть стороны говорит, ну, вы знаете, можно было как-то, наверное, по-другому сделать. То есть вот эти все истории, когда ездят в автобусах и полная толкучка, там никакой социальной дистанции в этом, как бы, ну, ничего страшного. Хоть даже в маске. Да, хоть даже в маске. А то, что вот заведение вот в 11, хоть ты треснешь, все должны разойтись, хотя они там точно так же, как и днем работают. Ну, что было бы плохого, если бы они поселили не до 11, а там до 12. Ну, странная история. Я думаю, что мы не в силах тут какую-то ситуацию изменить. Вот как принимают, мы должны с этим просто смириться и все. Смириться и принимать. То есть по-другому мы, как граждане России, наверное, не можем реагировать на поступающий закон. Скажи, по поводу вот такой услуги, как Дед Мороз, Снегурочка на дом. Сейчас это практикуется, да? И, может быть, в каких-то других городах как это происходит? Знаю то, что в Северодвинске у нас, у меня у самого есть костюм Деда Мороза. Стали тут ребята спрашивать. Я редко, когда вообще езжу в костюме, только если по знакомым. И у нас в Северодвинске, я мониторил ребят, кто занимается непосредственно поздравлением. У них все было занято еще в начале декабря. То есть броня там на последние числа декабря поздравить приехать детей с 20-минутной программы. Ценник выше, чем в прошлом году. И, соответственно, у них... То есть люди не боятся зовут Деда Мороза? Да. Справки не спрашивают? Вот про это как раз и хотел сказать, что знаю, что есть истории, наверное, это больше к столице относится, когда Дед Мороз может приехать со справкой, которую он, видимо, делает каждый день о том, что нет подтвержденного заболевания. Приезжает со справкой, это стоит в два раза ровно дороже. И, соответственно, таким образом выкручиваются из ситуации и берут заказ. Есть еще такая услуга, как вызов Деда Мороза, Снегурочки, на дом. Сейчас это возможно? Ну, на данный момент, естественно, то есть запретительного характера это не носит. Но мы с вами должны прекрасно понимать, что Дед Мороз должен соблюдать дистанцию при посещении ребенка. То есть никаких обнимашек, близко не находиться друг с другом. Перчатки, маски, ну, сами прекрасно понимаете. Но это детей, в принципе, не смутит, наверное. Сейчас все уже... В данном, да, это атрибут, который вошел плотно в нашу жизнь, да, обыденную. И если Дед Мороз будет в маске и в перчатках, то есть я думаю, что у ребенка никаких отрицательных эмоций это не вызовет. Да, плюс после посещения аниматора Деда Мороза необходимо, естественно, проветрить помещение, да, то есть обработать антисептиками дверных ручек, минимизировать контакт посещением хотя бы, не растягивать от удовольствия там, да, на полвечера, то есть 10-15 минут, чтобы контакт был минимальный. Ну и соблюдением, естественно, дистанции. Насколько я слышал, что сейчас уже, ну, буквально все загородные дома, загородные базы отдыха забронированы на новогодний праздник, на новогодние ночи. Это как-то ограничивается? Возможно, можно ли? Каких-то конкретных ограничительных мероприятий, рекомендаций по загородным домам у нас на данный момент нет. Единственное, что стоит отметить, это опять же, чтобы они были заполнены на 50% от той площади, на которую они рассчитаны, да. Плюс, опять же, мы не рекомендуем посещение данных домов, потому что происходит скопление людей, массовое скопление. То есть это однозначно плохо. Поэтому тут люди уже сами берут на себя ответственность за здоровье себя, своих близких, своих родных, родственников. Поэтому чем более дисциплинированно мы с вами будем соблюдать все требования и рекомендации, тем быстрее закончится вся эта ситуация. Ну, будем в это верить. Вас с наступающим. Взаимно. И вас с наступающим. Все, как обычно, правила простые, но так сложны в исполнении для некоторых. Вот мы, например, примерная команда, работаем вдвоем и офис у нас на двоих. Да, Юля? Друзья, и как все делают под Новый год, нам тоже хочется подвести небольшие итоги нашей работы. Во-первых, группа ВКонтакте «Сверодвинск» в деталях растет. Подписчиков уже более 4 тысяч человек. Спасибо вам за интерес. И вот еще несколько интересных цифр. Для нас еще важны просмотры наших программ. Хотя этот показатель не совсем объективный, но все-таки указывает на то, попали мы в тему или не попали. И вот топ-5 самых популярных программ. Начнем с конца, если позволите, все же со сборного пятого места, потому что очень много выпусков с количеством просмотров около 40-50 тысяч. Среди них и тема утонувших летом. Мы пообщались с настоящими героями, которые не струсили и спасли утопающих в море. Побывали на тренировке спасателей. Спасатели сдают норматив. Норматив на выносливость. Одна морская миля, то есть от берега отплываем на 1852 метра. А я попробовал скинуть мокрую одежду прямо в воде. Далее выпуск про работу ГИБДД. Искали нарушителей вместе с полицейскими и оценили возможности их новых патрульных машин. Тут 180 лошадей, есть турбина, то есть в принципе машина очень резвая. 42 тысячи просмотров набрал материал о проблеме с парковками на газонах. Одним из самых длинных выпусков почти 24 минуты стал телеблог о дистанционном обучении. Сложная вещь, которую нам все-таки удалось пережить. Далее сделали обзор про ограничение въезда и выезда из города из-за коронавируса. Вот так все строго. Документов на дачу нет. Обратно могут не пустить. Следом по количеству просмотров идет радиологическое исследование овощей, собранных на дачах под Северодвинском. Спустя две недели после чипа подненок. А теперь начинается четверка самых популярных выпусков. Четвертое место про загородную жизнь и первый СНТ с проведенным природным газом. Собрал 71 тысячу просмотров. На третьем месте 75 тысяч набрала тема радиации. С экологом Алексеем Климовым мы провели независимые замеры окрестностей города. 90 с половиной тысяч просмотров набрало видео с нашим визитом в красную зону ковидного госпиталя. Все должно быть закрыто. Все, все должно быть. Все, вот теперь нормально. Эти тревожные для нас съемки на втором месте было по-настоящему не по себе, словно выход в открытый космос. А на первом месте выпуск, который собрал почти 150 тысяч просмотров. Правда, тема очень и очень грустная. Гибель 11-летней Дианы на регулируемом пешеходном переходе возле Дюца. Скажем честно, мы даже не пытались разыскать родных и близких погибших, понимая, как это все тяжело. Но все случилось прямо в момент съемок. А наша Диана снимает репортаж? А она мне как дочка. И в итоге мы получили первое интервью после трагедии, в котором близкая подруга семьи погибшей рассказала о личности водителя. Все выпуски нашей программы вы можете найти в группе ВКонтакте «Северодвинск в деталях». Обязательно подписывайтесь и предлагайте свои темы, ведь мы работаем для вас и для нашего города. С наступающим вас здоровья, счастья, благополучия и до встречи в новом году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!